В Кировске состоялся суперфинал корпоративного конкурса «Молодой руководитель-2021». Он собрал рабочих, специалистов и молодых руководителей со всех предприятий компании «Фосагра». Какие темы поднимали участники, какие решения предлагали, а главное, кто стал победителем конкурса, знает Мария Савохина. «Молодой руководитель» – ежегодный конкурс, который проводится в Кировском, Балаковском, Волховском филиалах и Череповецком комплексе акционерного общества «Апатит». По итогам отборочных этапов на своих площадках авторы самых интересных, по мнению жюри, проектов собираются вместе, чтобы выявить лучшего из лучших. В этом году финалисты приехали в Кировск. Мне как главе города очень приятно, что именно на нашей площадке проводится, как Мария сказала, суперфинал. Когда лучшие из лучших приехали к нам, тем более, это год 20-летия компании «Фосагра», которая является очень близким и очень надежным другом нашего города. Это можно видеть и в комнате, улучшающемся нашего города, да и в массе других вещей. Участие в таком конкурсе «Апатитал» – это многое говорить. О том, что сюда пришли уже сильнейшие, рады видеть, как называется, познакомиться с вами в лицах, понять наших лидеров в это направление. И желать всем огромного успеха, удачи. В состав жюри вошли ведущие технические специалисты, представители дирекции по персоналу и социальной политике компании. Оценивали новизну и сложность проекта, его детальную проработку, учет экономической целесообразности и эффективность предложения. У 11 суперфиналистов было всего 6 минут на выступление. А далее – ответы на вопросы. Приятно, да, для прочтения и оперативно. Ну, вопрос в чем заключается? Вот есть личная книжка «Безопасность», есть отрывные талоны, есть памятник, есть журнал. Не слишком много бумаг, надо сказать, для работы? Ну, во-первых, можно привносить все это постепенно. То есть не каждый взял и выложил все на работника. То есть постепенно внедрять и, скажем так, с увеличением этих уже знаний, увеличением ответственности, привносить что-то новое, это никогда не будет лишним. Я так считаю. В суперфинале конкурса участники представили авторские разработки, связанные с охраной труда и промбезопасностью, работой с персоналом. Технические проекты посвящены, например, разработке алгоритма контроля остаточного ресурса работы ультрафиолетовых мембран или внедрению технологий цифровизации при реализации строительных проектов компании. Тему проекта прорабатывалось, наверное, на протяжении года. То есть данное направление, оно перспективно по одной простой причине, то, что оно начало развиваться с недавних пор. И, как я отмечал ранее, данный проект до этого даже не пытался внедряться внутри компании. Наверное, в силу того, что это определенная изюминка, поэтому я и выбрал данное направление. Сделать выбор жюри оказалось непросто. Разрыв по баллам между участниками был минимален. Но в любом конкурсе есть победитель. В этом году им стала Ольга Овчаренко, начальник участка химводоочистки и водоснабжения цеха водоснабжения и водоподготовки Балаковского филиала акционерного общества «Апатит». Оценки, которые получил победитель, он, наверное, в первую очередь характеризует лучший проект с точки зрения как его и технической проработки, так и именно представления, что требуется особенно для руководителя. Но, с другой стороны, были и неплохие другие проекты, которые мы уже после проведения конкурса отдельно обсуждали, и они тоже можно их отметить. Важно, что победители конкурса попадают в кадровый резерв на руководящую должность и получают возможность дальше работать над своими проектами, которые, как предполагается, будут притворяться в жизнь.